В нашем проекте «Реальные люди» сегодня главный редактор политического блога «Европейский Татарстан» Артур Хазиев. Мы обсуждаем темы, которые повлияли на нашего гостя, Татарстан и другие республики и регионы по Волжи. Артур, здравствуйте. Собственно, хотелось бы узнать, какие темы вы могли бы выделить на ваш взгляд. Здравствуйте, Вадим. Три темы я хотел бы сегодня обсудить. Во-первых, это договор о разграничении полномочий между нашей республикой и федеральным центром, его перезаключение, его содержание. Вторая тема – это вопросы межбюджетных отношений между республикой и федеральным центром. Мы давно занимаемся этой проблемой. В последнее время, как вы знаете, президент республики активно высказывается на эту тему. Я думаю, что она будет все более и более актуальной еще долгие годы, я думаю. Тем более для нас, как для региона донора. И третья тема, поскольку она, как я понимаю, должна быть связана с какими-то личными сюжетами. Так получилось, что в ближайшие месяцы, в предыдущие месяцы, в предыдущие примерно полгода, пять или шесть моих друзей переехали в Татарстан или вернулись в Татарстан, если они раньше уехали отсюда. Из Москвы в основном. И мне кажется, это интересный сюжет для нашей республики в целом. Давайте перейдем как раз к теме договора. Начнем с актуального. Сегодня полномоченный представитель президента России в Приворском федеральном округе, господин Бабич поделился мнением, что цитата «Все взаимоотношения между федеральным центром и субъектами России урегулированы, и необходимости в каких-то специальных подходах в этой части я не вижу», сказал Михаил Бабич. Вот, собственно, как вы относитесь к этому мнению, вообще нужно ли продлевать договор? Он, как вы знаете, единственный по всей России, именно с Татарстаном, заключенный в договор между федеральным центром и республикой. Михаил Бабич достаточно правильно все сказал. Отношения урегулированы между федеральным центром и регионами, в частности, с Татарстаном. Они урегулированы через этот договор. Я не вполне понимаю, как политики или управленцы, которые говорят о том, что не нужно перезаключать договор, как они это представляют с правовой точки зрения, потому что договор с начала 90-х – это одна из основ взаимоотношений между Татарстаном и федеральным центром. Его нельзя просто так не продлить. Это потребует очень серьезных изменений. Я не думаю, что сейчас ситуация в стране такая, что захотят так серьезно касаться этого вопроса. Сам по себе договор, безусловно, необходим. Он подчеркивает определенный статус республики, который у нас есть. Он у нас есть объективно, поскольку и по историческим причинам, и по экономическим причинам. И ситуация такая в стране, что есть очень много неформальных вещей, которые действительно важны. И договор – одна из таких вещей, которые обеспечивают неформальный статус республики в текущих отношениях. Перебью по поводу того, что исторические факторы есть и другие. Все-таки, как мне кажется, государственное устройство России, а мы – федерация по конституции, все-таки говорит о том, что все субъекты у нас равны. Однако на данный момент, как вы знаете, только у Татарстана есть этот договор. Раньше он был еще с несколькими регионами, сейчас остался только один. Чем мы особеннее других республик или других областей в России, чтобы наши отношения были урегулированы не просто конституцией, федеральными законами, хотя договор имеет статус федерального закона, но тем не менее, чтобы отношения между Москвой и Казани устроились все-таки на отдельном документе, в данном случае договоре. Федерация – это, наоборот, учет особенностей регионов. Это объединение разных регионов. И в том числе отношения между субъектами, разными субъектами федерации с федеральным центром могут регулироваться разными документами в разном формате. Собственно говоря, это прописано и в Российской Конституции. Отношения между федеральным центром и регионами могут регулироваться, в том числе, на договорной основе. Раз вы считаете, что этот договор нужен, что там должно быть, на ваш взгляд? Я думаю, что нашей стране, республике, нужно исходить из строить свою позицию на основе нескольких факторов. Во-первых, реалистичность наших предложений. То есть, стоит заострить внимание перед федеральным центром, в том числе, на вопросах, которые сейчас действительно могут быть прописаны в договоре. Во-вторых, нужно помнить о том, что договор заключается на 10 лет. Это очень большой срок, за который очень многое, что может поменяться. Поэтому желательно в договоре прописать те вещи, которые, возможно, на сегодняшний день могут выглядеть более формальными, чтобы впоследствии в изменившихся условиях, в изменившихся условиях в республике, в стране, можно было наполнить их содержанием. И третий момент, который я считаю важным, это учитывать стратегию «Татарстан-2030», которая у нас, как вы знаете, принята. Есть много споров, ведутся дискуссии о том, насколько она реалистична, насколько реалистичны и эффективны механизмы достижения целей, которые прописаны в этой стратегии. Но те цели, которые поставлены в стратегии, я думаю, что, безусловно, нам придется рано или поздно их достигать, становиться инновационным регионом с развитой экономикой, с развитой структурой общества. Я думаю, что из этого мы должны исходить, когда наша страна будет обсуждать с федеральным центром содержания нового договора, конкретные вещи, которые, я считаю, должны быть прописаны в новом договоре и которые, как мне кажется, могли бы быть прописаны в текущих условиях. Во-первых, я считаю, что республика должна получить больше полномочий с соответствующим финансированием, больше полномочий в сфере образования, в сфере высшего образования, в первую очередь, в сфере среднего образования. Современная экономика – это люди. Наши образовательные стандарты, наши подходы к системе образования должны отвечать, в первую очередь, потребностям развития нашей республики, нашей экономики, а не федеральным стандартам. Мы видели с КФУ скандальные ситуации. Это просто конкретный пример. На самом деле, это есть повсюду, когда наши образовательные учреждения или наши подходы в сфере образования подстраиваются именно под какие-то федеральные стандарты, а не под те потребности, которые у нас есть и которые у нас, самое главное, будут возникать в процессе реализации стратегии 2030. Второй момент. Я не думаю, что сейчас сложилась такая ситуация, когда могли бы быть пересмотрены межбюджетные отношения, в том числе хотя бы только с республикой Татарстан. Я думаю, пока мы к этому не пришли, и я думаю, что эти вопросы будут решаться не на уровне какого-то одного субъекта федерации. Это будет общефедеральное решение, которому, я думаю, что вся Российская Федерация в достаточно обозримой перспективе придет, потому что нынешняя система межбюджетных отношений неэффективна для всей страны и для всех регионов. Но даже по этому направлению мы могли бы попытаться иметь больше свободы в распределении тех средств, которые к нам поступают из федерального центра. То есть республика Татарстан – это регион-донор. Мы отправляем какое-то количество денег, бюджетных доходов в федеральный центр каждый год. Это может быть полтриллиона рублей или какие-то другие суммы в зависимости от года. Часть к нам приходит потом обратно. Проблема не только в том, что к нам приходит только часть наших средств обратно. Проблема еще и в том, что именно в Москве прописывают, на что эти деньги, приходящие оттуда, должны тратиться. Возможно, в сегодняшних условиях было бы эффективнее дать больше свободы на республиканском уровне, хотя бы тратить ту часть средств, которые к нам возвращаются из федерального центра. Пример очень простой. Тут очень много, на самом деле, примеров. Ну, например, в сельском хозяйстве абсолютно абсурдно и неэффективно, когда чиновник в Москве не только определяет, сколько средств должно пойти на поддержку татарстанских сельхозпроизводителей, но еще и определяет узкие направления распределения этой поддержки. Сколько нужно животноводам, сколько нужно производителям зерновых, это эффективнее распределять на нашем уровне. Можно как раз я тут же перейду сразу ко второй теме, потому что она напрямую связана с тем, что вы сейчас говорите. Как вы знаете, в конце прошлого года президент Татарстана Рустам Миниханов выступил с критикой бюджетной политики федерального центра в части изъятия у регионов 1% налога на прибыль. Господин Миниханов назвал это выкачиванием денег. У меня такой вопрос. То есть, во-первых, я так понимаю, что вы с этой позиции согласны. Не кажется ли вам, что таким образом республиканская власть уже на тот момент за три месяца начала, даже за два, начала некий торг с федеральными властями? То есть, такие вот выпады руководства республики в сторону Москвы мы наблюдали в 90-х годах при Митимире Шаймиеве. Тогда Татарстан добился всего, чего хотел, в принципе. И вы считаете, что это примерно похожая ситуация в данном случае с Рустамом Минихановым? Нет, я думаю, природа этой ситуации, она другая. Торг этот надо было начинать гораздо раньше. И вообще, подобный торг – это нормальный политический процесс в любом федеративном государстве. Это не связано с какими-то особенностями Татарстана. Это нормальная ситуация, когда разные регионы представляют субъекты федерации, представляют свою позицию перед федеральным центром. Нормальная ситуация, когда регионы-доноры хотят оставлять максимальную часть доходов на своем уровне. В этом нет ничего уникального. Это вряд ли какая-то подковерная игра. Это абсолютно нормальный процесс. И этот процесс не просто нормальный. В этом процессе заинтересованы самые широкие слои населения. Не только власти, не только крупный, например, бизнес. Все население региона-доноры, любого, не только в Российской Федерации, где угодно, заинтересовано, напрямую заинтересовано в том, чтобы большая часть средств, бюджетных средств, в частности, оставалась в их регионах. Удастся Татарстан этого добиться, на ваш взгляд? Я уверен, что в обозримой перспективе этого удастся добиться не только Татарстану. Я думаю, что в целом межбюджетные отношения в Российской Федерации будут изменены, потому что нынешняя система, когда все гиперсконцентрировано в Москве, она неэффективна, она не дает развиваться всей стране. В 90-х годах было распределение доходов между регионами и Москвой, 50 на 50. Сейчас, по-моему, регионов остается около 40. То есть вы предлагаете вернуться к той модели, либо же вообще переиначить все это, например, чтобы республике оставалось еще больше доходов, которые получает? Я предлагаю изменить сами подходы к формированию этих процентов. Мы можем опираться на международный опыт, например, и выставить какой-то процент. К примеру, в Швейцарии это 45% федеральному центру, где-то 50%, где-то еще сколько-то. Я думаю, что сам подход должен быть другим. Мы должны определить на общефедеральном уровне, какие полномочия целесообразно решать именно на федеральном уровне. Это должен быть минимум полномочий, которые эффективно решать именно там. Это оборона, это вопросы таможенного контроля, обеспечения внешнеполитической деятельности и так далее. И уже исходя из этого перечня полномочий, необходимо определить, сколько процентов доходов субъекта федерации перечисляет в федеральный центр. Чтобы мы не просто перечисляли какую-то определенную сумму туда в процентах, чтобы мы понимали и все татарстанцы понимали, на что конкретно по пунктам идут эти средства и на что они тратятся в федеральном центре. И у меня вопрос, который я задаю уже на протяжении, наверное, года или полутора разным спикерам. Как вы считаете, должна ли остаться должность президента в республике? Как вы знаете, с 1 января 2016 года Татарстан должность главы республики должна была называться иначе, нежели президент. То есть вот что вы думаете на этот счет? Да, безусловно, институт президентства должен оставаться. Во-первых, это не вопрос наименования должности, это не вопрос конкретного какого-то слова. Это институт президентства, он прописан в нашей Конституции. Это абсолютно принципиальный момент. Две главные причины здесь есть. Первая причина. Мы, если мы хотим видеть в нашей республике развитый регион, которому доверяют граждане, доверяют инвесторы, доверяют кто угодно, у нас должен быть какой-то фундамент, правовой фундамент в частности. Во всех развитых странах, регионах это Конституция, которую очень сложно изменить. Если кто-то на Кавказе, на Дальнем Востоке выступает с какой-то инициативой о переименовании чего-то, одного, чего-то другого, мы не должны, сломя голову, менять нашу Конституцию. Конституция, она создана не для того, чтобы по чьей-то инициативе за тысячи километров от нас она изменялась тут же. Так эта инициатива уже принята на уровне Государственной Думы? Она принята на уровне Государственной Думы. Я думаю, что этот вопрос как раз целесообразно разрешить путем включения его в договор с федеральным центром. Это разрешит правовую коллизию. Давайте переходим к последней теме. Вы сказали, что несколько ваших знакомых приняли решение переехать в Казань. То есть такой климат в точке зрения бизнес-климата? Или почему все так резко начали рваться в республику? И не только молодые люди, и люди старшего возраста, насколько я понимаю. Есть ли вопрос в деньгах или какие-то другие мотивы у этих людей? Вопрос, к сожалению, вряд ли в деньгах, потому что, если брать мои примеры, это люди, переезжающие из Москвы. Как известно, в Москве сконцентрировано гораздо больше денег. Если мы посмотрим на зарплаты, они будут отличаться не в нашу пользу, не в татарстанскую пользу. Здесь были скорее субъективные причины, но вообще эта ситуация, эти сюжеты говорят о том, что у республики есть потенциал привлечения людей сюда. 21 век, что это за век? Это век конкуренции не за природные ресурсы. Бокситы добывают в Гвинеи, нефть добывают в Нигерии. Гвинеи и Нигерии не становятся Швейцарией, они остаются на своем весьма низком уровне в мировой иерархии государств. Конкуренция за землю, за территории тоже уходит в прошлое. Возьмем Голландию, например, где на площади примерно в половину Татарстана, чуть больше, живет людей в 4 раза больше, чем в Татарстане, более чем в 4 раза. Голландия отлично обеспечивает себя основными видами сельскохозяйственной продукции. У них урожайность зерновых в 5-6-7 раз выше, чем у нас в республике, и в 20 раз выше, чем в Африке. За земельные ресурсы тоже не происходит конкуренции. Посмотрите, за что конкурируют самые развитые государства на сегодняшний день. Они конкурируют за людей, за человеческий потенциал. И в нашей республике тоже хорошо было бы включиться в эту конкурентную борьбу. У нас есть очень много проблем и с привлечением инвесторов, негативных моментов, которые приводят к малому количеству инвестиций в республику, к малому количеству квалифицированной иммиграции в республике. Но какие-то усилия мы можем предпринять уже в текущих условиях. Возможно, в форме какого-то поддерживаемого НКО, возможно, какой-то государственной структуры. Но я убежден, что необходимо проводить эту работу, потому что иначе мы не достигнем ни целей, которые в стратегии 2030 указаны. И в целом это очень сильно ударит по перспективам республики. В студии Дель Реали был сегодня Артур Хазиль. Смотрите нас на нашем сайте delreal.org, на канале в YouTube и в наших социальных сетях. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин